Ну что ж, очень здорово получилось с этими пьезоэлементами. Я действительно хотел показать просто вот там, как у меня маленький бугорок воды вспухал и все, что он в принципе работает. Поставил второй аккумулятор и такой бурный эффект. Ну здорово. Сегодня пришла посылка, здесь три у нас позиции. Весьма интересные. Так, все пусто. Во-первых, вот такие платки. Здесь 20 штук. Это переходник с корпуса SO-8, SO-IC-8 на DIP-8. Иногда бывает полезно. Стоит оно там 3 рубля что ли за одну штуку. Ну я сейчас покажу. Самому спаять такую будет весьма сложно, потому что на одностороннем стектотекстолите это не так. не получится. То есть, либо применять двусторонне, либо что-то там с перемычками мутить. Но при такой низкой цене я решил взять себе, пусть валяются. Так, это чуть позже. И вот еще такая платка. Каждая деталь в отдельном пакете. Это у нас доплеровский радар. То есть, тот, который я показывал от тиксера. Вот заказал такую платку попробовать. То есть, по идее, здесь уже все должно быть готово. Сам излучатель и схема обработки сигнала. Внешний вид вот этого модуля немного не соответствует тому, что на сайте продавца. Сейчас посмотрю этот момент. Надо открывать спору или нет. Тут видим плюс-минус питание. И LED это, видимо, выход. То есть, сигнал. Резистором задается, как я понял, время срабатывания. То есть, логического уровня при обнаружении движения. Тоже разберусь с ним и попробуем, как он работает. И заказал 4 штуки. Каждый пришел в отдельном пакетике. Это вот такие трансформаторы тока. Все хорошего качества. За исключением одного. Так. Вот. У одного здесь, видимо, вот так вот покорябано. Не знаю, кто тут что ковырял. Но внешний вид так подпорчен. В остальном все идеально. Тут никаких повреждений у всех четырех. Выводы не паяны. Паяются легко. Я припаивал резистор. У одного только трансформатора вот такой вот дефект. Ну, на работоспособность, я так полагаю, не повлияет. Но небольшой минус. Один из них я на работе подключал, проверял. И сейчас мы посмотрим это видео. По ним есть некоторые замечания. Пока все. Вот эти посылки. Здесь три позиции. Давайте посмотрим. Заказывались в одном магазине. Модуль Фанс. И что у нас получается? 20 штук. Вот этих переходников за 52 рубля. Да. 3 рубля за штуку получается. Ой, блин. Они уже сделали доставку платную. Печаль. Ну ладно. Когда я заказывал, доставка была бесплатная. Ультразвуковой датчик. Давайте посмотрим. Вот внешний вид. С этой стороны у нас совпадает. Только нет светодиода. Тут на плате, на рисунке его нет. А на этой плате он есть. Далее. Маркировка WB312 совпадает. Вот на обратной стороне. Видим отличие. Что на картинке маркировка плюс-минус out. Здесь плюс-минус LED. Ну ладно. R15 нету. R11 нету. И резистор time. Здесь их две штуки. А на картинке только один. Ну одно посадочное место. То есть как бы плата маленько другая. Сразу видно. И на картинке он не установлен. Здесь его установили. По умолчанию вроде написано 30 секунд. Время задержки сигнала. Давайте пролистаем вниз. Доплеровский радар. Бла-бла-бла. Ток покоя до 3 мА. Мощность передачи 2 мегаватта. Можно вот прям курицу жарить. Вместо микроволновки использовать вот эту маленькую платку. Но разумеется это китайские 2 мегаватта. Где размерности понятны. Скорее всего менее 2 милливатт. Учитывая что к ним требования наименьшего воздействия на человек. Рабочее напряжение от 3,3 до 20 вольт. Температура. Угол обнаружения. Сферический. Сферический 360 градусов. То есть его видимо сверху на потолке оставить. Чтобы он был направлен вниз. Это здорово. Если 360 градусов. Дальность 3,7 метров. Настройка по умолчанию 7 метров. Скорее всего настраивается один из резисторов. Для стадионной лампы 3,12 ватт. Может быть здесь 3,12 вольт. Неизвестно. Если 3,12 ватт. Возможно там транзистор стоит на выходе. Довольно мощный. Рабочая задержка. И видим время горения от 1 секунды до сотни секунд. По умолчанию 30. Подальше от стены. Открытые площадки. Ну и прочее. Вот. Если попытаться рассмотреть повнимательнее. Ну здесь понятная высокочастотная часть. А вот там видно микросхемку в корпусе. 2, 4, 6, 8. Соик 16. 16 выводов. Скорее всего это операционник. И справа вот видно микросхемка в корпусе. Даже не вспомню как и называется. В общем довольно солидный корпус. Это скорее всего стабилизатор. На 3,3 вольта. Может на 2,7. Учитывая что входное заявлено асхалькитом. От 3,3 до 20 вольт. Диоды. Маленькие транзисторы в корпусе. 123. То есть ничего не подсказывает какую мощность сюда можно подключать. Но я и не рискнул бы. То есть использовать чисто как цифровой выход. Либо для светодиода. Либо на исполнительное устройство. На транзистор. Там микроконтроллер. Вот такая маленькая штучка. Диаметр вот. 25 миллиметров. Очень маленькая, легкая. По поводу трансформаторов тока. Не помню обсуждал ли это на канале. Может быть нет. Пытался я сделать амперметр. Мотал на ферритовом сердечнике витки. И потом пропускал ток. Ну что-то получалось. Но вот решил. Стоит довольно дешево. Около 30 рублей за одну штуку. И тут есть маркировка. Но на камеру я видимо... Не увидеть. BWCT-5A-5 мА. То есть этот трансформатор с коэффициентом передачи 1000. При токе через провод. Который продевается сюда. Фазный. Ну не фазный. А который измеряется переменка. При токе через него 5 А. На выходе будем иметь ток 5 мА. Обязательно трансформатором тока. Подключается резистор. В данном случае рекомендуется резистор с сопротивлением 100 Ом. То есть при 5 мА получаем 0,5 Вольт на выходе. При 5 А измеряемом токе. Без вот этого резистора их включать запрещено. То есть там может пробиться обмотка. По этим штукам есть вопросы. Давайте откроем и посмотрим. 58,5 рублей за 2 штуки. И опять же почему-то есть платная доставка. Печалька. То есть 30 рублей за одну штуку. Готовое такое устройство. Размер отверстия 5 мм. Вполне достаточно для большинства применений. То есть применяется для измерения переменного тока. Я заказал 4 штуки за 100 рублей. Смотрим, что у нас тут. Вот она его маркировка. Сейчас попробуем что-нибудь найти. И параметры. Параметры. А где параметры? А, здесь их вроде бы не было. Они в дата-шите. На ту модель, которую я находил. А дата-шитов можно найти сколько угодно. Но, к сожалению, не по этой маркировке. То есть вот какой-то аналог есть. Только тут три вывода. Ну, давайте сравним. 5 А номинальный. 60 А максимальный измеряемый ток. Соотношение 1000 к 1. При сопротивлении нагрузки 100 Ом. Получаем соотношение 0,1 Вольт на выходе на 1 Ампер измеряемого тока. При более малых токах есть небольшая погрешность. Сопротивление катушки 41,8 Ом. У этого датчика, у моего я измерял, оно в районе 60. Причем у всех четырех оно различное. От 58 до 62 Ом. Что маленько вызывает подозрения. Ну, ладно. Подключена нагрузка лампочка. Вот такой амперметр на розетке показывает ток 0,96 Ампер. Токовые клещи также показывают 0,96 Ампер. И сейчас посмотрим осциллограмму на датчике. Резистор сопротивлением 91 Ом. И смотрим сигнал. Какой? Что у нас получается? 2,2. 2,4. Клетки вверх и вниз. При разрешении 50 милливольт на одну клеточку. Давайте посчитаем, что это означает. Так, что у нас получается? Из этих данных нам нужно найти ток на выходе трансформатора тока. Рассчитываем напряжение 50 милливольт умножаем на 2,4 клеточки. Получаем 0,12 Вольт амплитуда сигнала. Делим напряжение на сопротивление 91 Ом. Получаем ток 1,3 милливольт. Но это у нас амплитудное значение. А предыдущие приборы показывали действующее. Поэтому, на целых 0,013. Так, для повышения точности давайте зайдем таким образом. Точность ответа 5 знаков после запятой. Так, и теперь это значение 0,0132 мы делим на корень из двух. Получаем. Также повышаем точность. Пусть будет 5 знаков. Видим 0,093 мА. То есть, учитывая, что если верить китайцам коэффициент трансформации 1000, то мы получаем 0,93 А в действующее значение. Предыдущие приборы показывали 0,95, напоминаю. То есть, что-то более-менее правдивое. А вот такой сигнал на выходе датчика при подключении капитанного блока питания с нагрузкой, который вот амперметр показывает 0,5 А. Вот такой сигнал на выходе трансформатора тока. Это простой блок питания без цепей коррекции фазы. Соответственно, видим, что амплитуда сигнала здесь больше, но коэффициент заполнения меньше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...